Сплитить, гонять, что-то делать, разводить своего противника, тем более такого неопытного, как Ньюби Янг, и, соответственно, им не нужен в Рейс Кинг какой-то SF, вот это все, лоб в лоб драки, им нужно вот Виндрейнджер антимаг, плюс Тускар еще какой-нибудь герой, который может убивать, какой-нибудь Бэйн тот же, чтобы можно было парами по два и бегать по карте, убивать героев, сплитпушить, все, и так выигрывать. Они только так, собственно, и выигрывают обычно. Ну и вторая стадия банов начинается, и Секрет, Секрет-то призадумались, Пупей все-таки решил избавиться от Клопверка, но долго думал, но надо еще избавиться, избавиться, наверное, Секрет там от Зомби, возможно. Чувствуешь, что парами все забавили, опять выход в Кускара, поздний. Возможно, для перспективы. Возможно. И тут Пупей задумался опять. Ну вот сейчас бы Нью Бианг забанить Сентимага 5 ДС, и все, неплохо будет. Ну, не знаю, все равно Левка нужен этот Антимаг. Ну, это ДС, скорее всего, когда... Ну, это Нью Бианг. Слотили они наш купиком Дизраптора сейчас. Да, дураксируют. Егор! Егор! Что ты створк? Тут, наоборот, тут было бы странно, если бы они не взяли ДС. Ну да. Дазл. Это может оказаться еще Герокоптер, кроме Антимага. Ну да, под Дазл нормально. Они любители вот взять Дазл и Герокоптер. Ну да, здесь в равной вероятности. Ну, хотя Герокоптер даже неплох. Ну, против Дарксир действительно не захочет, возможно, брать Пупей Антимага. Потому что Дарксир плюс один. Любой герой. Антимаг слабый. Дазл тоже не супер там мощный. Ну да, потому что еще и Спиритбрейкер есть, не в бане. Соответственно, вот прямо сейчас... Ну, хотя вот сейчас... Герокоптером подойдешь не будет. Они ласт пиком во второй стадии берут Антимага и банятся. Есть хотя бы кому вблизи выключать вот этот... От Вума. Гвард. Ну да, и против Винтервивирны, более-менее. Мы уже обсуждали, там можно Олденбрейс пробивать. Ну, короче, хороший герой. Только Дарксира стоит. Вообще, надежный кэрри. Тем более, что у Синий есть супер-мега-имбо-комбинация Герокоптер и Undying. Они делают стаки, приходят на Эншента, ставят тамбу, и Герокоптер пармит, как Иисус. Я просто не понимаю, а чего такого героя, как Войт, забыли? Ну, слабый гон в начале. Но вообще забыли просто потому, что забыли. Вместо Спиритбрейкера здесь будет Найт Сталкер. Ну да. В роли вот этого второго саппорта. Он просто ловит всех. Слушай, ну я уже недавно обсуждал это. Ну не, в той мете, в которой все пикали Лансера на первый пик, там был Войт и Джекер Роз. Ты просто их берешь и с любыми слотами Лансера в пополе умирает. Совсем не иллюзиями с вами. Ну и все же не побоялись антимага, но сейчас... Ну, кстати, вот, так то есть подумать, и Найт Сталкера сейчас сверху, и Дарк Сир. Ну вот эта дабла просто туда придет и расскажет антимагу. Придет. Ну это надо забанить антимага сейчас. Интересно, что же Сикрет сейчас возьмут? В смысле? Им усиливать нужно. Им надо либо антимагом усиливать эту реплу, чтобы вот эту даблу милишников силовых гонять. Ну и его забанить, я думаю, не любят. Должны, да. Но при этом должны тогда еще банить Spirit Breaker, Spirit Breaker. Нет, этим же Ласпик Мид нужен. Баунти Хантер? Эээ... Ну вот это, по-моему, зря... Да нет, это могло быть Баунти Хантер для ПВ, да? Ну им бы тяжеловато. Вначале это очень сильно пришлось. Ну смотри, у этих ДС там смеши... Зато тяжело, зато в миде ВР плюс БХ. Да, это даже не лайнинг, а чуть позже. Вот минуты 10-20, что вы вот это БХ, антимаг, дазл бы делали? Не, ну это их игра, Secret. Это их игра, действительно. ВР с Тускаром бы себе спамили, а эти друзья бы где-то по карте вылавливали по одному. Там бегает Баунти Хантер, все разведывает, антимаг все сплитит, ВР с другой стороны сплитит. Ну и все. Вот и так играют. Они так могут играть 70 минут. Потом просто антимаг 6 слотов, ВР 6 слотов, где-то агент Шекл поймали, убили. На БХ очень много ресурсов нужно тратить. Постоянно должен смещаться какой-то герой в миде, чтобы помогать своего мидеру. Драгон Найт хорош. Из-за этого ты ослабляешь свой... Драгон? Найт. Какого-то сильного еще в даблу в сложную, к Тусику, и Эмберу у Виверни было бы тяжеловато. Потому что дабло и Дарксир Найт Сталкер уже в хардс собираются. Ну у Ньюби Янг вырисовался такой себе мужицкий пик. Да. Мужицкий, мужицкий пик. Хилен Вард. Есть герой на фаст мекку. И просто в купе как раз работает. Есть Эмбер. Который еще со своим щитом дополнительный хил получает. Виверна, которая хилит. И забрать кого-то будет проблематично. Магнус. Магнус для секрет. Ну это Мизери, да. Мизери поедет по Фейн на магнусе. Мы тоже часто видели на том же Нань Янге. Это опять же их игра. Это Эмпавер дополнительный дэмэдж для Гиндрейнджер. И также для антимага, чтобы фармить анджетов. Посмотрим, произойдет ли ситуация. Ситуация. Произойдет ли сенсация. И смогут ли одолеть Ньюби Янг такую команду как Сикрет или нет. Узнаем прямо сейчас. Передаем слово тем ребятам, которые будут разговаривать. Этот бородатый паренек аж заговариваться начал перед тем, как Слоу нам передал. Так он боится нас. Чувствуешь просто. Шутка, шутка Ваня. Ваня, к вам у вас нет претензий. Есть именно тех, кого нельзя произносить как. Как Гарри Поттере. Ребят, ну что, третья карта. Ньюби Янг против Тим Сикрет. Смогут ли Ньюби Янг? Смогут ли? Вот в чем вопрос. Будет сложно, но нет ничего невозможного. Давай мы это уже увидели. Все может быть. Смотрим игру. Ньюби Янг против Сикрет. Третья карта 1-1. Тоже выйдет в финал winner of этой группы и сразится с кем-то из пары Cloud9 или LGD. Смотрите трансляции того матча на канале twitch.tv slash dotamajor.ru 4. Ну что ж, давайте посмотрим, кто на ком играет. Game Secret. В этот раз Пупей у нас играет на Dazzle. Пайлайдай тускар. Виха на виндрейнджер. Джеки и Мао на антимаги. И мизери на магнусе. Ну знаешь, по-моему скатывается все к решениям бывших Cloud9. Ребят, что-то не идет. Ребят, что-то играли. Антимаг. Антимаг. Поехали. Даже Black на антимаги убивал нас. Так что мы это сможем. И пока мы видим то, что NewBian скорее всего захотят пойти triple hard. Решение довольно-таки грамотное. Потому что мы видим... Но рискованное. Да, рискованное. Но мы видим то, что антимаг это существо, которое уязвимо на ранней стадии игры. При этом есть еще второй миличник TASK, который вряд ли сможет создать вместе с ним конкуренцию для того же там Darkseer и Night Stalker. И мы ждем. Какой? Пока не палится. Сделает Ember Spirit вид, что он идет один. Ну и много людей. Так, пошел. Секретты это увидели. Да, и махаться вот с этой кучей жира. Night Stalker 5 армора, Darkseer 6 армора. Естественно, не хочется. Да еще и подам в шелме. Да, ну что и разбегается по линиям. Действительно, мы видим, Night Stalker будет стоять в сложной линии вместе с Luna Darkseer. Где будет Viverna, мы посмотрим. Скорее всего, будет начинать она в миде с какой-то там посильной помощи в своем миде. Первая с CCC. А потом опять-таки может приместиться на топную. В легкой у нас Джиа Джиа на Джаггернауте против Мизери на Магнусе. Вот так вот. Сейчас будет интересное противостояние сверху. Потому что мы видим вот тот самый мужицкий пик, который уже начинает стараться себя реализовывать. Имеется два щитка. Третий щиток. Darkseer кидает на себя. Подходит сюда та же Night Stalker. Очень много дэмэджа вписывает Пупе. И Персблат забирает Night Stalker. Браво. Да, в итоге Пупея погибает первым. И казалось бы, что там три человека в месяц, но получится так как надо. Отлично играет Night Stalker. Он стоял и не помогал сразу. То есть он ждал, пока Team Secret выйдут. Все дружно начнут на этого Darkseer нападать. И в итоге в самый неудачный момент он вышел и забрал Пупея. Он удачный для себя, естественно. Да, но счет опять-таки становится 1-1. Так же, как на прошлой карте начинается все, как на первой карте. Начинается все с размена во время ФБ. Опять ФБ забирают Ньюбиянг. Опять-таки чуть-чуть больше, но все-таки денежек зарабатывают они. Но это не столь важно. Опять-таки дабла против триплы. Боже, какой бешеный крик у нас стоит. Здесь какой-то невероятный просто крик. Я не могу понять, кто это. Потому что параллельно играет с Deck Minesco HD Cloud9. И это просто что-то нереальное тут происходит. Я не знаю, слышите ли вы это в эфире. Но думаю, да. Похоже, что это какие-то Yehom. Только эротики и так много. Yehom уже выиграли. А там размен тронами в матче Минески-Цдек. Это Минески кричат. Боже, там размен тронами идет прямо сейчас на нашем третьем стриме. Смотрите это. И неужели тут размен тронами Минески выиграет у Цдеков? Да, Минески там выиграли у Цдеков размен тронами. Это фантастика. Минески выиграли у Цдеков. Топ-два. Размен тронами. Какая-какая там была игра, это must-sys. Посмотрите на ютубе потом в записи обязательно. Так что там еще не все понятно. Там многие уже похоронили Минески. В частности, я. То тогда они могут вообще кого угодно поражать. Но если этих героев банить, то тогда... Ну все проще, да. Все проще, да. Да, тут сверху могут забрать Балайда, у которого уровень. Отсутствует у него шарик. Также нет сапога. И Найсталкер спокойно вот так вот с руки... Он его даже не бьет. Он даже не бьет. Он издевается над ним. А тут, кстати, очень долго надо было бить. Надо было бить, кстати. Проблема. Хорошо, пупей. . Ну и в итоге, че получается? Маны-то нету. Через две маны будет. Даст, даст, даст. Байт, а добьет? Не добьет. Не, но Мирек выигрывает. Но спейс Мария. Какой спейс? Какой спейс? Для кого? Ну пенни стоит на линии. Как же здесь Найсталкер конечно провалился сейчас. Это очень плохо. Мох без проблем убивать. Надо было просто бежать и бить, но он почему-то бежал и колокнулся. Можно сказать, welcome to Major. А почему он не бил, почему он не бил? То есть он что думал, что если бы хит-эндранить, то у него будет меньше мус-пит, он не сможет догонять или что? Я не совсем понимаю. Да хрена его знает, наверное, ему виднее. Может быть, там мышка сломалась, но... Но Дарсир по-прежнему стоит сверху, так что пока у нее Бианг сверху все еще нормально. То есть такая играбельная ситуация. Да, Мизери, тем не менее, пытается его загнать. Мизери получает бой, но у него есть Киури, он спокойненько отсюда уедет. Поэтому нет смысла цеплять Мизери вообще, да, уходит отсюда Мизери. Жив цел Орел. И не поймали. Сикрет знает, что делает с Дарксиром с 10 игр против ДСов. Сикрет 9 побед, лишь однажды проиграли у Дарксира. Вот это да, врывается здесь на Найт Сталкера. Хорошая битва за руну получилась и забирает ее Мизери. Опять-таки на полу... Кстати, у него нет скивера. У него нет скивера. Боже, как же тут один Найт Сталкер-то сколько кипиша наводит вообще. Что надо? Хорошо, размял булки для противника. И вот можно аккуратненько переместиться на центр. Снизу мы едем, точнее на центр. В центре мы видим то, что Эммер Спирид стоит пока достойно. То есть даже несмотря на то, что Верочка очень хорошо его перевосхитила, это нормально. Это начало игры. Но вот потом, когда ты стоишь и Флэйм Гуарту тебя раскачивается, то сбить его сразу почти невозможно. То есть ты его в любой момент нажимаешь и начинаешь пушить линию. Поэтому, в общем-то, дожил. Без каких-либо приключений. Видимо, то, что Паладай активно хочет попробовать его забрать, пока он еще и получил шестой уровень. Но, как мы можем видеть, Найт Сталкер того же Эммера очень хорошо охраняет. Да, пока у Эммера, в принципе, беззаботная жизнь. Хотя, с другой стороны, 16 на 6, Крепстат очень плохой. Но он стоит как бы против Вихи. Виха на своей ВРке отыграл миллион матчей. И опять-таки тот же Наньянг вспомнить, тот же MLG вспомнить. Там, в финалах, на ВРке, да, вспомнить все можно. А он действительно, герой вывел какой-то новый уровень. Да, если можно сказать, что Сумаил на нем играет довольно неплохо, то Виха на нем играет, ну, однозначно лучше всех в мире. И это факт. И вот, чтобы этот товарищ у нас очень хорошо не играл, Найт Сталкер собирается провести какие-то меры. Пока вот он бегает, 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 и, видимо, до конца сам еще не определился, на кого же ему нападать. И похоже на то, что хотят выйти прямо по центру. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Не, он пока выходит не по центру. Ну, а как Найт Сталкер? Не, вариант Умера. Не, ну, может такой вариант, что просто напрячь, да. Но, учитывая, что у него есть банка Инвиза, то тогда не получится. Ой, слушай, мизери, проблема, есть туда ТП, побежал Джей-Джей, будет ли ультовать, но решил под Пупею, нет смысла, долго думал. Можно подождать, подождать Найт Сталкера, который забегает ночью, Пупей. И его теперь прыгать, а вот теперь прыгать, нет? Крипов нет, крипов добить, добить крипов и прыгать. Ну почему, двоих бы убили, нет? Ну, пока не хотят. Верят в то, что Пупей умеет обращаться с Гривом, и лучше всего... Ну, просто стянули, тоже уже хорошо. В принципе, да. Стянули, быстренько забрали руну, да, завязали смоки, и хотят поймать Верочку в миде, который завязал Инвиз. Не видят этого ребята из Сиклет, но вот не видно так же Верку. И Верка сейчас вылезет из Инвиза, не будет, что она тут долго стоять. Ну, вот так вот. Ну, и теперь подвязать бы ее, подвязать бы ее как-то... Ну, было бы с чем, да, и уходит спокойно. Пошел один-второй реминант, но толку никакого, шейкал, и уходит отсюда Виха. Неудачно. Классно среагировал. Да. Виха молодец, он понимал, что не просто так, как эти тембер, что много людей, надо как-то вот побыстрее все делать, ну, и моментально уходит на хайграунд, и все нормально. Да, ну, и в свою очередь Дазл, который, ну, видимо, сделал свое ТП, дал ему инфу, что, братюнь, ты прости, мы тебя не сможем засейвить, и поэтому отбивайся там один как хочешь, и мы видим то, что у него хорошо все получилось. Сверху. Катились, и Дарксир убежал, конечно, в другую сторону, шарда и мимо, Дарксир сможет еще помансовать, Энви Блинк первого левела, поэтому знать Дарксира будет очень долго, в любом случае ТП-аут не получится сделать, потому что, во-первых, нет ТП, а во-вторых, есть у Тимаэта Энви, да, и вот он первый щелчок мановой дома от Этернал Энви, второй фраг для антимага, ну вот на Эмви Энви, не покупает рецептор на радиансы и фейзов, тем более. Так что все более-менее, Этернал Энви... Решил сыграть по старым проверенным чертежам. Да, 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 варято по тем чертежам выигрывал он в доту, поэтому почему бы не продолжить по ним играть, как бы... Ну и удивительное действие, удивительное действие, которое демонстрирует Найсталкер. Он имел четвертый уровень, и у него была ночь. Как мы видим, были какие-то попытки напаясь на Мизери снизу, но как не Мизери... Ну как бы Мизери, он один из тех, кто лучше всего понимает, что же суппорт Найсталкера делает, потому что в эту команду он пришел именно с позиции саппорта, и продолжает просто встать в сейв позиции и стакать крипов, ну, на будущее для антимага. В итоге для команды Ниби Янг ситуация пока немножко накаляется, потому что Team Secret немножко ведут это, при том, что у них в команде антимаг. И чтобы как-то отрыв сократить, они оставляют лайн для Найсталкера, который стоит один-один против Магнуса. Ну, такое спорное решение, то есть когда стоял здесь Джиггернаут, Магнус боялся, Магнус не мог подойти к крипам, а сейчас мы идем немножко в противоположную ситуацию. Найсталкер без регена не может подойти к крипам, потому что у Мизери есть аркан тапочки, и он спокойно его заспамит. Ну, то есть тут вообще без вариантов. И так прикольно получается, что Мизери полностью фармит низ, Виха фармит центр, потому что имбирспирт ушел с макаган. Ну, и спокойно фармит NV топ, то есть... А сверху взять будет очень тяжело. Здесь дазл, который застрелил. Да, его вообще нереально взять. То есть я не совсем вообще понимаю, какие сейчас есть выходы у команды Ньюби Янг. Что делать? Что делать по такой ситуации? Убить Пайлайдая всегда можно. Ну, Пайлайдая тоже не особо... Ну, хотя, да, вот Пайлайдая сейчас дадут возможность получить левел, и его надо здесь убивать. Это понятно. Но опять-таки убежишь на 10-й минуте, ты четвертого левела Тускара. Что дальше? Ну да, то есть Тускар четвертого уровня. Но вот Пупея и Тускара, это еще лучше. Вот так, Пупей, Грейв, ТП-аут и улетит, кстати. Было бы здорово. Ну, тяжко... А нету, нету Вакума, да? Не качал. Не качал Вакум. Бывает. Ну, и мы видим то, что Сикреты полностью читают игру. То есть прекрасно понимала Виха то, что раз уж Эмберспирта нет, то сверху лучше всего заняться и в позиции. Та же прекрасно понимает Мизери, который стоит снизу вообще на фрифарме, и, кстати, очень скоро такими темпами вынесет для себя блинг. И Нью-Ми-Янг нужно как-то взять себя в руки и определиться, что же дальше они начнут творить. Ну что, 10 минут игры уже позади, и мы видим, что 4200 у Энви, 4000 у Джиггернаута, ну и Виха 3700, пока очень неплохо. Ну и Магнус 3200, у которого больше, чем у Эмбера. Ну, это вы сами понимаете. Ну, это очень много. То есть Магнус еще и растолстел. У него сейчас 900. Ну, это Мизери на своем Магнусе. Мы много кому говорили про Магнуса. Ну что, ГГ тут, я так понимаю, Мизери должен умирать, да? Не, он убил. Но забирает с собой еще и растолстел. Его добьют, да, добьют, конечно. Да, его добьют. Не, ну он сделал все абсолютно верно. Ну, размен идеальный для Мизери. То есть, да, они его, конечно, забрали, ребятки, вы молодцы. Сколько людей они сюда стянули. Ну да, они вообще всех стянули. Сейчас нету ТП-шек, и для Team Secret есть там зеленый свет. Например, Виха с ДД уже начинает мять центр. Да, и пошел просто с фокус фаера. Тавр проседает. Да, он его за первый заход, наверное, не... А почему нет? Заберет. Так, неплохо пробил. Да, да, почти полностью убил. Тавр, Виха, неплохо. Пызы приобретает тем временем Мембер Спирит у нас. С ДД по-прежнему здесь ВРК. Я бы не наглеял с ней, потому что какой-то рандомный шеклшот. Мы знаем, какие сейчас шеклшоты в доте летают. Вот такие вот. И спокойно Виха забрал Тавр и уйдет отсюда. Неплохо. Но про Тавр снизу потеряли. Появилась ноль панку у нас. Амдазл нам говорят, что довольно-таки успешная связка. Вообще, любая связка, которая выше 50%, она успешная. Да, тем более, очень интересная такая стата, что 52%. А вот если брать в расчет только лан-турниры, то 4 из 5, это 80%. Ну так, игры затягиваются все время. Антимаг успевает нафармить там себе 5-6 слотов. Это же ланчики, ланчики, да? Да, он всегда может выпрыгнуть из драки и потом на регене вернуться, если будет какая-то тараска. Что можно сказать? У Ньюби Янг серьезные вопросы о том, будут ли они вообще идти своих героев реализовывать. То есть мы видим то, что Джиггернаут пока купил себе персик и собирается, видимо, нафармить себе Баттлфурия. Но это хорошо, он может хотя бы фармить лес. Но вот про Эмберспирта ты такого не скажешь. Видимо, то, что пока по нотворцу Эмберспирта уже догнал Магнус, и ему очень опасно стоять на какой-либо линии. То есть на центре он стоять не хочет, здесь выручка его очень хорошо с фейзов пробивает. Снизу почему-то вообще бросили мизери, говорит, фарми, братья, не на здоровье, вот тебе изи-лайн. И пошел наверх дальше преследовать антимага. Ну блин, нет антимага. Антимаг снизу, Джекки Мау, предугадал здесь противников. К сожалению, ну да, да. Вот ищет лесу. Ну а что, ну не найдут у человека все, еще пару крипов, у него уже готово Баттлфьюрия, а дальше, ну вы знаете, что дальше. Они такой хороший забег сделали во вражеские леса, видимо, ожидали как раз здесь увидеть антимага, и можно было бы попробовать забрать его за Сталинс. Ну да, и кстати, они бы забрали за Сталинс, скорее всего, через Сирен Чейнс. Ну как-то бы там, может быть, ну Пупея заберут на топе. Но Энви, видимо, предугадал действие. Хотя, возможно, мизери сказал, мизери, смотри, как тут здорово. Я тут стою, меня уже пять минут никто не трогает, уже четвертый по натворству, скоро так, и тебя догоняем, и мизери неожиданно к нему решил прийти. Говорит, мизери, давай подвись. Блин, даггер у мизери появляется в 13 минутах софлейна после аркантапков, там меканским ревенем появляется у Дарксира. Ну и что, Т1 Тавр забирает сейчас в Нью-Би-Янг. Очередную Т1 вышку отдают Сиклет без боя, снизу отдали, на топе тоже отдают без боя. Ну и что? Ну, полностью доджет ночь. Не собираются драться. Как мы знаем, антимаг это не самое сильное существо, особенно когда у него одно бопл-стак в кармане. Зачем драться, посмотри на эти стаки. Да, 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 и лучше подфармить стаки, вот разум прекрасно получается. Как четко, только выносится БФ, сразу же фармятся четыре пул-стаки, прям, ну, очень качественно все получается у Энви. Прям вот ничего не скажешь. Посмотри, где Магнус бегает. Он уже не парится, он вывод этих крипов. Эти крипов еще можно завести вот сюда, если тут были крипы. Фармите эту дочку и эту. И продолжает стоять наглеть. Пока Нью-Би-Янг не понимает, что происходит. Там 0-0-0, да, они не понимают, но они проигрывают эту игру. Они еще не понимают, но у них реально... Им будет нечего взять ВР-ку, им будет просто нечего взять антимага рано или поздно. Плюс еще с такими сейвами, как Тузский Даззл, ну... То есть, да, нужно как-то поймать антимага. То есть, пока у этого товарища нету манты, то он... Реальную формулу успеха для команды Нью-Би-Янг. Хоть кого-то. То есть, высокий МС, кого бы он не нашел, у Слэйм Гварда он пробьет довольно-таки хорошо. А Сикреты играются с ними. Один несчастный вард, который поставил Пупея уже довольно-таки давно, он палит вообще всю контору. И Нью-Би-Янг бегает на... Он так ставится, но он его не видит. Ну да, то есть, его очень тяжело найти. И вот хотелось бы как-то пойти попробовать запушить тогда. Раз уж тебе не получается... Пайлайдай, а убьют, ну слишком далеко зашел Пайлайдай, да, и наказан за это. Время выиграет. В миде можно что-то придумать. Пайлайдай там очень много... Он, конечно, выиграл, но СС забирает этот фраг без проблем. Здесь Мизери видят его. Мизери бегает вокруг елок на хайграунд. А здесь внезапно был здесь еще Баланар, ну и Мизери погибает здесь. Ну а вот это вот что было сейчас? Очень удачный пуш от Ньюби Янг. То есть, Эмбер Спирит у нас вернулся обратно. Магнус, естественно, этого не ожидал. Он думал, что где-то там останется пофармить у нас имбирек. Но Ньюби Янг, они, в свою очередь, начинают реализовывать свой боевой потенциал. И Эмбер Спирит с двумя щитками, ну один на себе, один свой, один от Дарксира, будет пробивать. Вот так вот спокойно Магнуса. Снова идут на центр. Ну что, Т1 хотят забрать? Нет, не хотят, не хотят. Он пишет, что еще среднее время игры Айма плюс Даза на ланах 38 минут, как-то быстро. Ну за 38, да, за 38, но этого хватает, этого хватает. Ты Айма не убиваешь, вот у него сейчас вот есть Баттлфьюри, есть у него. А Владмир с 16 минуты игры до 38, у Эндвей будет 6 слотов, полных 6 слотов. Да, и Team Secret у нас решили попробовать сами пойти в смок. Атаков нету, есть Трошана, а, просто Трошана забрать. Ничего себе, какой план. Это же, это наглость, это невероятная наглость. То есть никого не видно, да, они забирают его неплохо. Они думают, что сильнее, и возможно так оно и есть. ДД есть на ВРке, но ТД вот сейчас пойдет. Ну не, очень далеко, очень далеко. Соперник даже не думает. Не реагирует, да, не верит, что такое возможно. Хотя вот уже, вот уже Найсталкер все прекрасно понял. Ну и что он сделает? Но в Team Secret опередили. Да, Аэгис появляется в Тернолене, кстати, лучше бы, наверное, Вихи отдали, потому что Энви вряд ли пойдет в драки в ближайшее время. Ближайшие 5 минут, я думаю, точно. Мы не увидим Энви в драках, так что можно было бы здесь отдать, наверное, Винд Рейнджер. Но сделали не так. Секреты это самые жесткие обузеры Рошана. Вообще самые-самые. То есть буквально ты на секунду расслабляешься, и мы видим то, что Рошан падает моментально. То есть что, в прошлой игре они были за команду Дайер? Позапрошлой, я не помню, были ли они? Три раза. Три раза они были за команду Дайер, да. И мы видим то, что Рошана забирают вообще идеально. Да, я так понимаю, что не выбирает Пупей. Да, когда он выигрывает монетку, знаете, имеет право выбора либо сторону, либо пик, так на каждой карте. Видимо, Пупей, если выигрывает монетку, то выбирает просто сторону Дайер, если проигрывает, то выбирает пик на Ирон соперники. Здесь ультимейт Вихо, Мидри должен погибать. Да, Мидри погибает, Вихо стянули Савиц, минус Вихо. Боже, а неужели Пайлайдай, так, кстати, тоже может умереть. ТП опорта, и Пайлайдай тоже умирает. А минус три, зачем ультимейт тратил Джейджей, непонятно, но это минус три. Да как они это делают? Отлично играет, Ньюби. Что мы знаем? Да нет, Ньюби играет просто, Секрет играет плохо. Нет, Секрет и да, но я к чему все веду, то что все прекрасно знают, что как ты берешь Аегис, ты расслабляешься, ты понимаешь. Эти ребята, вот как Джеки Мау, они не пойдут за реверты. Джеки Мау убьет, конечно, и сейчас на Сайленс подставится. Он рискует? Нет, а вот он Сайленс, и Энтернел Эмби отдаётся за Виверну. Это первый раз, а второй раз будет Лиси Рингчейнс, через три, две, одна не с чем связать. Не ожидал я, что он пойдёт, честно. Я думал, что он... Не понял. Ну, видимо, микробаш, ну не микробаш, а министанция Вайда повлиял. То есть он хотел, проходила анимация блинка, тут ему дали минибаш, и не получилось. Ну, я понял. Наверное, только это. Нет, 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 там не было маны на Войт. Да? Да. Ну, может появилась? Может быть. Может быть. Может быть появилась, да. Но к чему... Кто-то там с последней маны, аркантапки были заюзаны, там с последней маны кто-то там, и он давал Криплинг Фир перед первой смертью. Ну, вот это вот интересно. И Энви умирает. Удачно разумеял Эггис, как говорят обычные комментаторы. А Эггис Валью? Эггис Валью, да, конечно. Не Бианг постакова, они говорят Энви, да забирай Эггис, пожалуйста, если ты так будешь прыгать за нами, то мы тебя будем радовать. Видя, хорошая связка. Виха, тут есть сейв. Нет, 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 своих не бросай. Нужно убежать от Таура вообще. Да, то, что пока преимущество мы видим, то, что команда Нью-Бианг абсолютно все себе вернула. Не хотят они идти по центру, чтобы можно было Магнусу как-то всех заултить. Пай Лай-Дай, Пай Лай-Дай спрятался, Пай Лай-Дай надо бы Вайдом его добить. Пай Лай-Дай и стянули, Мизери хороший ультимейт, получает тут же ультимейт бьеверный. Мизери проблемы у него, пошел Дат ловил, ну и пошла довольно хорошая драка. Минус пока только Пай Лай-Дай, Мизери, Мизери тоже погибает. А больше драться некому, боже, что за фестиваль. Секреты, соберитесь. Алло, ребятки. Как только Нью-Би начинает идти драться, у Секретов ничего не работает. Ну, мы об этом сказали еще на первой карте. Мы об этом сказали, да, как только Нью-Бианг начинает охотиться, то резко эта команда начинает очень хорошо выступать. И мы видим то, что Секреты пока не совсем понимают. Они, видимо, не чувствуют, как вот эти ребята просто могут идти и давить нас. Мол, что за фигня. Мы, Тим Секрет, мы довольно-таки сильная команда. У нас там очень хорошие мувы. Но все не учатся на том, что пацанчики пятером идут по центру и убивают нас. Да, и просто идут и дерутся. Им пофиг, боже, какой день-то сегодня на Мейджоре получается. Они пошли драться, когда у вас был Аегис. У вас был Аегис, вы уже были сильнее на антимагии. Они вас убили. И вот Тупей заходит в свой лес и говорит, привет, Тупей. И все плохо. Ну, пока да. И все очень плохо. Чужой лес контролирует, подходы к чужому Т2 контролирует. Не знают, что делать сейчас ребята из-за команды из Секрет. Да, у них есть АЭМ. Дайте им время, и все будет хорошо. АЭМ выиграет эту игру. Вообще не идите драться. То есть каждый раз, когда вы подходите защищать свой Тавер, нужно всегда помнить одну простую вещь. То, что могут зайти со спины, могут там обойти. Как вот сейчас мы видим, Насталкер прыгает за ВР-очкой. Боже, ВР-ка сейчас умрет, у нее нету винрана. Они за ней до конца, застаются ответы, врываются. Все сейвят ВР-ку, но... АЭМ просто уходит отсюда. Главное, что цель Тавер, наверное, было запрессовать. Или просто они... Или они просто по Т4 Тавер побежали, пока Т2 стоит. Боже, какие же они... Жесткие. Такие просто вот... Как мы когда-то в 2010-м команде, помню, была там команда, не помню, когда мы их называли быки. Быки, которые просто включали вот так, лоб вперед и просто в атаку. Лонг ДД. Лонг ДД. Кунг Квейн, Насталкер. Вот, и просто в атаку. Под фейзами. Вот эти ребята умели. Так, ну и не Би Янг, что мы видим? Тавер на миде упал, и возможно, это был ключевой тавер. Вау! Как не повезло-то. Мизери. Ну, бывает. 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 Тут... А может быть, это очень жесткий товарищ SCCC? Не, может. NS его... NS его воврил о том, что, блин, обратите внимание на этого пацаненка. А он умеет играть доту, это реально игрок мирового уровня, уже видно. Просто что вот ему команда, ему время, ему опыт, и он докажет. И атака, опять-таки, верно, у нас в инвизии. Как же это неприятно может быть для Вихи. Вот он, ультимейт Виху. Нечем сейвить пока Виху, но вкатывается шарик в двоих. Надо кого-то толстать, толстать, пайлайдай. Пайлайдай продали. Ну, пока еще нет. Он старается продать его, отмывительно разменять. Ни в коем случае нельзя драться. Бежит Эмберспирит под суржом, под щитом его забирает. И Тим Секрет и... Ну, пайлайдай, красава. Виха встрял. Он пошел вкатываться, спас своего товарища. И, в общем-то, размен нормальный. Здесь все правильно. Да, Энви начинает сплитить. Это его единственный шанс. Но только вот это вот не совсем сплит. Надо выпрыгивать на линию, убивать крипов. Ну, что он делает? Он рубит лес. Он рубит проход на волю. Что ты делаешь, Джекки? Не хочу я против них играть, дайте мне другую команду. Начал делать ТП сюда. Да, там Т2 тем временем на топе падает. Мы видим, что Ньюби Янг делят топ-1 с деками по изданию смоков, а с показателем 4-7 смоков в игру в этом патче. Ну, вот, вот они, молодые китайские команды. Наши мальчики, за которых мы болеем. Нет, деки, просто дековские смоки уже даже ленивые знают. Вот эта вот точка возле магазина, она называется сдек-точка. Бежим на Т1. Да, да, да. У них вот просто из 4, там, из 5 смоков в игру 3 обязательно по этому сценарию идут. Ну, а вот Ньюби Янг мы видим, пока еще никто не знает, как играть эти ребята. Боже, какой же шанс у них сейчас есть. В параллельных матчах тоже все мега интересно. Минески выиграли размен трона вот с деков. И, собственно, Клауд Найн выиграли вторую карту у LGD. И везде у нас третьи карты, ну, только Альянсы два раза взяли Тинни с Виспом и что-то прям 2 по 20 их Ехоумы. Мы были готовы. Ну, понятно. Ехоум, по мне, является не из синевых фаворитов этого турнира. Я об этом писал в влоге перед турниром. И я ожидаю Ехоум видеть в топ-3. Ну да, так-то они вообще в топ-1 Китая все это время были, но просто не получалось у них выехать. Ну, типа того, да. Вичи тоже, конечно, неплохи, но все равно я считаю, что Ехоум на этом турнире должны... Ну, а Сайс-Сайс просто может подфидить в любой момент, да? Да, да. Этот может, это все знают. Ну что, размен Т2 на Т2. Я не знаю, в пользу ли команды Нью-Би-Янг этот размен на... Сикрет лидирует. Сикрет понимает то, что нет вообще никаких возможностей подраться сейчас хорошо и просто провоцирует Нью-Би-Янг на то, чтобы они тп-шились на базу и появлялся спейс на карте. Ну, Т2 надо добрить, потом можно лететь еще только сейчас заюзан у нас Глиев снизу, уходят Сикреты. Ну и все, конечно, сделали Сикреты. Все очень качественно. Т2 забрали, Т2 в миде заденяли и заставили стянуться Нью-Би-Янг вниз. Молодцы. Молодцы. Теперь антимаг на такой стадии игры, когда вот он уже имеет себе Манту, Владимир, Баттлфури, есть два огромных плюса. То есть, первое, он нереально быстро фармит и какой-то Джаггернаут с одним Баттлфури, он его вряд ли догонит. Ну и второе плюшечко, то что он почти не уязвим. Единственный герой, который что-то ему делает, это Винтер Вернен, но Винтер Вернен тяжело. То есть, где-то ты там засветился, где-то поставил вардик лишний, тебя увидели и все. Антимаг может делать все, что угодно на другой половине карты. Потому что Савинс на Сталкер он снимает, Чейн Эмбер Спирит он тоже снимает, спокойно делает Блинкаут и противник его не догоняет. Дарксир, Гардиан Грифс тем временем имеется у Дарксира. Очень полезная штука. И то же самое у Найт Сталкера мы видим, 1300-1400 голды и у него будет Аганим. Там Блинк появляется у Вихи, есть Форстап у Мизери. Нужна хорошенькая РП, хоть одно где-то как-то. Ну а тут СССР продолжает порвить. Причем можно попробовать дать это РП до Аганима на Сталкере. Потому что пока этого Аганима нет, ты хоть что-то веришь, ты можешь ворваться. И потом будет очень сложно. И вот они думают так же. Увязают смоки. Вещали причем сыграть по такому сценарию, чтобы охранять антимага, но как мы видим, Винтер верно палит. Перемещение противника. Ну они видят Эмбера в миде, они видят на топе Баланар. Они прекрасно знают, где находится соперник. Ну должны догадываться, где находится соперник. И вот это вот интересно. Боже, я кликнул просто на артефакты Джиггернаута и понял, что нифига себе. Там уже Сэнджин Яша, Баттлфьюри и Блинк. Вот это круто. Вот Блинк это очень хорошо. Чтобы гломать комбо. Да. Джия-Джия прям удивляет так здесь именем в лесу. Встреча. Нашли Мизери. Мизери не понимает. Он же горит. Почему он не понимает? Он же должен был понять. Ну и Мизери пытается, конечно, уехать. Дважды пытается уехать. Но тиммейт рядом. Пошел ультимейт. Граева нету. Ультимейт по ВРке. И че? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой демэдж. Матушка родная, что происходит? Как же ВРку там располовинила? Просто Энви в кого-то ультует. Опять-таки пытался убить Виверну. Ничего у него не выходит. Низ-2. Джия-Джия. Блинк на Энбере. Что творят эти молодые Ньюби? Ньюби-Янг. Что они творят просто? В один момент было ощущение, что бегут иллюзии Аэма и ВРочка, чтобы разделить ульт от Джиггернаута. Но потом иллюзии побежали в другую сторону. Подбегает ВРка. И как мы видели, Джиггернаут распополамил. Что одного, что второго. Фантастика какая-то. Это просто что-то невероятное. Но мы продолжаем смотреть. 14-5. По деньгам 5 тысяч. По XP 4 500. Виттер Виверна тоже хочет блинк. Это будет очередной блинк. Он сейчас стрянет. Энди, но он без ульта. Он ничего и не сделает. Он просто ничего не сделает. Так, ну и что же мы видим? Смог у Team Secret не удался. Но это не страшно. Можно еще один раз попробовать. И на этот раз поймает. На этот раз поймает. Эмбер палит. Эмбер. ВРка не успевает. Какая у него реакция? У него блинк появился. Буквально минуту до этого. Даже меньше. Кто мог это ожидать? Что у него появится блинк. Что он после Battle Fury не будет делать кристалли. Себе с выходом в последствующий Дайдаус. Он возьмет блинк. ДД лежал и чуть-чуть не добежал. Так, ну и вот сейчас. Успеет? Да, успеет Рошана забрать. Конечно, успеет забрать Рошана. А бузеры? Молодцы. А, бузеры Рошана. Ну, секреты. Секреты из стороны Дайр. Вот, вот, вот. Мы уже об этом говорили и не устанем повторять. Действительно, мы лучше... Эберт! Эберт! Не украл. Не украл. И умрет. Боже, боже, боже. Боже, боже. Что они творят? Здесь тем временем привезли у нас Виверну. Виверна тоже погибает. Это без шансов. Ну и Ньюби Янг, что же вы творите? Сколько команд, турниров было проиграно на попытке украсть вот так вот Эггис? Зачем? У вас все хорошо. Зачем тебе этот Эггис? Ну, да. И еще добавлю, что Эммер Спирит не тот герой, который очень хорошо его орует. Ну, да. Шторм, когда влетает, он уносит большой урон. Он может этого Рошана добить и быстро среагировать на то, что он понимает, что он его убивает. А Эммер Спирит, когда прыгает, он его не убивает. Он может только надеяться, что именно в эту секунду враг его добьет. И подарок сейчас очень хороший. Да. С другой стороны, Вижена не было. А у команды Ньюби вообще, может, он не знал, что не лубы. Нет, может быть, не знал, но не было ульта у Джаггернаута. Там не хватало секунд 15. И даже если бы он там ворвался, то с большой вероятностью бы его там тоже распополамило. Ну, хотя, ты знаешь, был бы ульт Джаггернаута с Баттлфьюри. Люди-то стоят в кучке. Там, не дай бог, еще бы Дроксир добежал бы с блинка. И это было бы, ну, прям очень больно. Не добежал чуть-чуть. Чуть-чуть не добежал. Да, и вот все преимущество растеряли. Все 5000 экспы и 4500 голды были потеряны. Так что они мьянг. Секреты пользуются подарочками очень хорошо. Первый подарочек судьбы — это сторона Дайры Рошан. Второй подарочек судьбы — это вот такой вот влет Эмберспирита и потеря мегакилла от него. И плюс, к тому же, Виверна, которая тоже рядом отдалась. И что хорошо, Team Secret расставили ворды. Полностью контролируют вражеский лес и могут спокойно идти убивать кого-то. Правда, стоит ответный ворт от Ньюби Янг. В итоге они всю эту движуху палят. И вот когда ты забираешь Эггис, в минуте на 20-30, очень круто покупать ген. То есть те же Ньюби Янг. А, ну вот, правда. Только почему-то Ньюби Янг это делают. Ну, это понятно, аганим на Сталкере. Ну, неплохо. Появляются все равно артефакты. И по-прежнему, да, как бы нету преимущества у Сикретов. Но у них есть преимущества антимага, наверное, да? В том, что есть у них антимаг. И это у них будет опасно. Да, и Баба Терпляет серьезно уже. Это уже очень серьезно. Жгернаут его не убивает. Эмберспирит его тоже слаб пробивает. Даже если Винтерверна ультойту антимага, то с большой вероятностью Миссы сделают свое дело. И Team Secret очень хотят подраться. Что творит вообще, а? Окаянный. Начинает... Вот-вот-вот сейчас замечает, что там Баттерфляй и тяжело. Ну и надо думать по поводу каких-то мер, которые стоит принимать против Энвис. Потерпеть немножечко? Как вариант, было бы здорово. Возможно, но мы уже видели, что когда терпят, когда идет позиционка, когда идет какой-то фарм, то Секреты чувствуют себя прям в своей лодке. Но их попустило. То есть вот в какой игре, по-моему, в этой или в прошлой, когда они взяли Aegis, они очень нагло фармили. Сейчас мы видим то, что совсем наоборот. Даже несмотря на то, что у них Aegis, они понимают то, что на дворе ночь. У нас сталкеры есть гем, у нас сталкеры есть аганим. И если они захотят, они нас спокойно словят. Поэтому нужно играть осторожно. И Джеки Мау именно так и делает. Просто бегает. Самый осторожный Тимак в мире. Среди пятерых героев. Не бия. Но он чувствует, что его сейчас не взять. Но если честно, откровенно, я не совсем понимаю, как его можно взять. Вот я пока для меня это не ясно. Акбашчика? Акбашчика нужна. На Джиггернауте. Ну да, но это еще очень много времени. Джиггернаут как бы... А нет, немного есть уже все-таки Demon Edge. Так что осталось там совсем чуть-чуть. Однако это хорошая драка. Но Сикреты заходят на ХГ. Сикреты заходят на хайграунд. И ты посмотри, как быстро подойдет Т3. Так тут Эмбер пытается убить иллюзии. Ушел просто отсюда Эмви. И это вот такая вот... Да, и очень тяжело разбивать Сигель. Необычный момент, но 4 милишника и вот этот вот шарик, он очень сильно тебя напрягает. Эмви пошла Амбашчика дальше. Слушай, Т3-то упадет. И оранжевый барак спадет. Да, надо бить барак. Продолжает Эмви. Как же потрепляет, а сейчас работает на Эмви. И очень качественно тем временем драка пошла в другую сторону. Связали Эмбера. А у Эмбера проблемы, надо сейвить его. Здесь прыгает у нас Дарксир, стягивает. Сейчас будет ультимейт от антимагов Дарксира. Так и есть. Еще один фраг, минус 2 делает Эмви. Просто моментально он в Сайленсе. Ну ему просто, по-моему, поппик. Это уже минус 3. Там двоих забрали тем временем в Нюбиянг. Этернал Эмви. Сайленс сбрасывает Монтой. Драка пошла. Есть 2 байбэка. Эмбер сделал байбэк. Здесь Джиггернаут крутится. Нету у него ничего. Джиггернаут просто. Изничтожается ВР-ка. Сикрет и просто в лоб заходит. Изничтожает Нюбиянг. Двух нету. Ну Виха и Эмви по-прежнему живы. Это самое главное. Эмви доносит. Барак. Надо уходить отсюда. Эмви. Ну хотя решает. Здравствуйте. На мужика до конца. У него же 2 жизни есть. Мы забыли про это. Виха. Виха жив на развороте. Шейкл. И проблемы. Усси-си-си. Все-таки убивает он Виху. Эмви. Пвп. Боже какой замес лютый. Ну и Эмви по-прежнему. Аэгис не потратил. Ну как же хорошо все сделали. Там было 3 байбэка. И барак упал. Да. Плюс 1600 голды. Минус 1800 для Нюбиянг. Отличная позиционка от Team Secret. Стояли все сзади. Никто даже не подумал спасать антимага. Все прекрасно понимали то, что он тут самый главный танк. И даже несмотря на то, что вроде бы Нюбиянг хорошо ворвались. Но как мы видели, антимаг своим мановайдом просто убил там чуть ли не треть. Команды. Два героя моментально отклеились. Пока выглядит, конечно, дефенс команды Нюбиянг очень сложным. Ну вот тут есть такой момент, да? То, что вся особенность многих команд, они все время позволяют дойти до вашего тавара. И у вас стоит тавер. Это как у тренажового кара Барака Каспера. Я уже полгода говорю. Вот у вас стоит тавер. С тавером вы будете драться лучше. Вот мы видим то, что Эмви преследует Винтерверну. Тоже так ничего ей дает. Преследует. И все-таки добил ее. Вот это наглое. Так вот у вас стоит тавер. И с тавером подержитесь в тысячи. Ну, всякое лучше, чем без тавера. Тавер хотя бы бьет. У тавера есть жизнь. Тавер там какой-нибудь трусай дает, если это необходимо. Врывается еще с Дарксиром. Ну, не бьет. Ты, ну где ты, Джиггернаут? Ну, приди сюда. Ну, почему у Джиггернаута нет драки? Он погиб. Он умирает, конечно. Ну, почему нет Джиггернаута в драке, когда идет такая стяжка? Почему он так далеко находится? Как же нужен его ультимейт с Battle Fury под эту стяжку? Вместе с фистами, вместе с Searing Chains. И МКБ-щика нужна. Он же не хватает. Сикрет ведь сразу сыграл за Дайер. Да, видишь топ-2 по убийствам? Да, 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 да. Топ-2 по убийствам Рошана за игру. Ну, и действительно, из 42-х 30 за Дайер. Это вот информация для соперников Сикрет. Я думаю, должна быть довольно важная. Ну что, Дазла опять-таки на двоих разменяли. Сикрет и очень качественно себя чувствует. БКБ приобретает Eternal Envy. Фактически это шестой слот. Вот 36-ая минута. То, о чем мы говорили. 36-ая минута. Вот у Envy 6 слотов. Да, не 6 боевых супер слотов. Там Владмирсы, БКБ и ПТН. Но все равно это вот 6 рабочих нужных слотов для антимага. И остановить на данный момент Ньюбиянки его не могут. Ой-ой-ой, как же Сикрет-этрополис. 12 тысяч голды. 2,5 тысячи Икспы. Тим Сикрет уверенно идут к победе своей. Мизери прекрасно понимает то, что ночью у Найсталкера, скорее всего, ультануть ему не даст. И покупает для Силатар, чтобы можно было хорошенько держать дистанцию. Да, хорошая, кстати, идея. Там гем, по-моему, выбить. Не, ей есть все-таки гем у Найсталкера. Ну, в любом случае. Лотар, Форстав и Даггер это даст возможность Мизери хоть как-то до въехать. Да, это гарантия, что ты по-любому дашь свой ультимейт. А учитывая то, что у Ньюбиянк, ну, такие три потенциальных миличника Эмберспирит, которая стоит сзади, но тоже всегда может неаккуратно подойти, то один хороший ультимейт и антимак там быстренько оформит трипл-килл. Есть МКБ у Джиггернаута. Ну, надо идти. Ну, вот теперь, да, теперь нужно устроить какую-то драку Ньюбиянк. И по-прежнему в Секрете будут рассчитывать на то, что Энви всех переживет. У Энви, да, есть БКБ, но БКБ, ну, не особо-то оно ему поможет, если честно, против Джиггернаута. Это понятно. Вот есть небольшой вижен сейчас. Видит, как Мизери перемещается по своему лесу. Также увидит, что у него есть Лотар. И можно попробовать забрать, пока еще и шанс не появился Рошан. Видит Энви, видит Мизери, видит, что Энви отсюда ушел. Дальше видят Энви. Если бы ультимейт Ви верные, Энви юзнул Монту, и вот он ультимейт Ви верный. И просто распиливает Энви, хотя увезло его подальше по иллюзиям. Энви дерется. Энви выживает, Джиггернаут за ним. Больно делает Этернал Энви в БКБ. И вот теперь надо бежать. У Джаггера нет ульта. Виха. Никого не связал. Ну, убили. Блонара, не получилось. Ну, не совсем синхронно вошли. Да. То есть, когда Ви верно давался ультимейт, в этот момент там еще что-то думали, а убиваем его или не убиваем. И когда уже вошел этот Джиггернаут, чтобы убивать его с ульта, в этот момент Энтимак уже нажал Монту Стайл, снял с себя Сайленс и спокойно убежал от врага. Божественный Форстаф от Мизери, который вытолкал его. Все как положено, да. И действительно, по иллюзиям там попадал еще Джиггернаут. Не все прыжки ультимейта зашли. Ну, вы сами понимаете. Там Башер купил Си Энви. Вместо сделает Абисал. Потом, видимо, пока Курьер контролит появление Рошана, падает еще одна сторона. Без Сайленса. Что сделать, Энви неясно. Ультимейта нету. Без стенки, без втайта Джиггернаута. То есть вообще нет никаких ресурсов для того, чтобы подэпить. Стяжка есть. Есть вот такие вот места. Джиггернаут прыгает, но не хватает этого демеджа. Есть апхил, есть Гардиан Грифс. Ну, и не Гардиан Грифс. Просто Мека, извините. Просто Мека от Пайлайдая. Ну, забрали, Барак отошли. Все спокойно. Торопиться некуда. Появляется Рошан очень скоро. Мы видим, что Курьер это, естественно, чекает. А аккуратно отступает во вражеские леса и на отходе при этом ставит ворды, чтобы по литках перемещается враг. Да, Энви осталось доформить тысячу. И будет у него Абисал Блейд. Не знаю, там Владмирс продаст или что он там продаст. Причем так забавно стоят они. Смотри, они так вот встали. Крипов отпушили, крипов отпушили, все, можем отступать. И Ньюби, Янг боятся. Ну да, это не вылезно, потому что до сих пор могут думать, что они на хайграунде. Да, Энверс Перед тоже МКБ хочет. Плюс очень хорошая постановка вордов. То есть против Най Сталкера самое важное это ставить ворды туда, где, ну, грубо говоря, видишь, что этот ворд, он почти ничего не видит, но вот маленькую область перемещения засекает. Смог, спал, Джаггера, видно, Энви, и что-то непонятное сделал Энви. А вот он, Баланар в Рошпите. Сорян, говорят, Дарксир, стяжка, стенка не самая удачная. Просто расстреливает Виха Баланара, закрыл его по ледайпроход, его убили. Здесь, там, тем временем, Энви дерется со всеми ролями, Энви дерется с Джи. Ой, как же больно Джаггернауту. Да, Джаггернаут погибает, Энви его просто перестрелял. Убили только одного Дазла, но мы видим... Ну, дикий перефарм. А М29 тысяч, Джаггернаут 17. То есть, там просто уже прыгает Джаггернаут, и пофиг он на то, что у него... Это еще у Антимага есть шестой слот, который в нем просто не лежит сейчас. То есть, это вот Абис Алблейд сейчас будет, ему Аэггис сейчас не нужен, в принципе. Это, там, не знаю, для Вихи, для Мизери, Сыр, наверное, и для Верки. У Эрка Дейдалус приносит, еще у нее есть Гост от Джаггернаута. Очень качественно отыграно. Да, ну и Сыр, Аэггис забирают. Так, что-то пропало у Энви, а что у него пропало, что у курьера он выложил? Сапог. Ага, сапог, я понял. Эти керри без сапогов. Одного мы уже видели вчера. Вот, керри без сапога. И Владмирс он выбросил, ну, у него блинки есть, так что он с блинками перемещается. Да, одного керри видели, мы 8 тысяч вчера без сапога. Вега его не видела в решающей драке. Мы-то видели. Ну что же, секрет. Тяжкая стеночка. Кайтить его надо. Ой-ой-ой-ой-ой, как же больно. Ну да. Да, прыгает Энви. Ой-ой-ой, еще и РП. Да, и просто закончилось. 95 секунд не будет у нас. Эмберспирита, Этернал Энви и Тим Секрет выигрывают эту серию. Антимаг он мощный. Антимаг он сильный. Антимаг он действительно молодец. Ну вот прыгает Джиггернаук, кстати, очень больно прыгает, мы видим, и убивает даже. Но суть не в том, что падает трон. 2-1. Тим Секрет проходят в финал Винерову, а следующий матч на этом стриме это опять не будет играть Тим Секрет. Будут играть Секреты против победителей пары Минески против ДСДЕК, если не ошибаюсь. Нет. Нет, 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 нет. Будут они играть против пары Cloud9 и LGD. Да. А там третья карта, кстати, только-только началась, поэтому у нас будет такая немножко затянутая аналитика, затяжная аналитика, скажем так. Посмотрим мы немножечко, может быть, за. Продолжение следует...